Приветствую! 26 сентября 2022 года Кабмин опубликовал на своем сайте постановление номер 1044. Этим постановлением вносятся изменения в правила пересечения государственной границы. Эти изменения достаточно существенны, но в этом видео мы поговорим только об одном изменении, которое посвящено выезду с супругой. Как мы знаем, до сегодняшнего дня выезд разрешался исключительно в том случае, если супруга имела инвалидность первую либо вторую группу. При этом же мы с вами знаем, что в законе о мобилизации в 23 статье предоставлялась отсрочка человеку, у которого супруга имеет третью группу инвалидности. Но выезд при этом был запрещен. Друзья, вот у меня для вас хорошая новость. И эта хорошая новость заключается в том, что в постановле 1044 указано, что выезжать можно с супругой независимо от группы ее инвалидности. Соответственно, на сегодняшний день выезд с супругой, у которой третья группа инвалидности, разрешен. Но, когда я говорю, что на сегодняшний день, друзья, я имею в виду, что все-таки есть постановление, которое разрешило уже де-факто, де-юре, да. А де-факто, как мы понимаем, эти правила еще не заработали. Поэтому не значит это, что нужно, сломя голову, ехать уже сегодня на границу и пытаться выехать с супругой, у которой есть третья группа инвалидности. Стоит все-таки чуть-чуть потерпеть, подождать несколько дней, когда правила все-таки вступят в силу и погранслужба начнет работать по этим правилам. Друзья, наберитесь чуть-чуть терпения и в ближайшее время вы уже сможете выехать, если у вашей супруги есть инвалидность третьей группы. Что касается документов, то здесь никаких изменений нет. Нужно будет свидетельство о браке, а также документ, подтверждающий, что у супруги есть инвалидность. То есть это справка МСЭК, удостоверение лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение и так далее. Здесь изменений никаких нет. Что существенно еще изменилось в этом вопросе? Первый момент. Вы можете выехать даже в том случае, если ваша супруга уже находится за границей. Но при каком условии вы должны предоставить справку о постановке на консульский учет? Справку о том, что супруга стала на консульский учет в той стране, в которой она пребывает. При этом, друзья, что значит стать на консульский учет, я буду рассказывать в отдельном видео. Здесь же я вам в описании к видео оставлю ссылочку, в которой есть пример того, как можно стать на консульский учет в Польше. Эта ссылка будет на соответствующий сайт консульства в Польше. Если вы находитесь в другой стране, то вы можете найти соответствующее консульство, либо же посольство Украины в той стране, в которой вы находитесь, найти там соответствующий раздел и, собственно говоря, подать те заявления, которые нужно. Также вторым существенным изменением является то, что в пункте 2.1, в котором было ограничение на количество пересечений границы во время военного положения, теперь такого ограничения нет. То есть это означает, что формально, с точки зрения буквального толкования правил, если у вас, например, супруга с инвалидностью третьей группы или с любой другой группой инвалидности проживает сейчас за границей, стала на консульский учет, то вы сможете пересекать границу неограниченное количество раз при наличии, соответственно, документов, о которых мы говорили. Свидетельство о браке, справка, подтверждающая, что у супруги есть инвалидность и справка, подтверждающая, что она находится на консульском учете. И вот при наличии этих документов вы можете ездить неограниченное количество раз. Согласно правил, как это будет на практике, мы еще узнаем, посмотрим. Вот, также, друзья, в правилах пересечения госграницы теперь зафиксировали вопрос о том, что нотариально заверенные копии документов принимаются. То есть, если до этого для нас это всегда была загадка, удовлетворят ли копии, которые заверены нотариально пограничника, то теперь это возведено уже в ранг правила. И, соответственно, вы можете ехать не по оригиналам документов, а по их нотариально заверенным копиям. Друзья, если вы считаете, что данное видео полезно, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь им в соцсетях. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Также у меня появился телеграм-канал и всех вас приглашаю в него. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Пока!